В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Бездорожье и повсюду грязь. В городе наступила весна. Как рязанская пенсионерка потратила шестилетнюю норму воды за месяц? И в городе открылась выставка предвкушения. Весна, как и всегда, наступила неожиданно. Город задыхается под тоннами грязи. Жители перепрыгивают лужи на перекрестках, а лихие автомобилисты входят в повороты с брызгами. Наш корреспондент отправился в центр города, чтобы найти чистое местечко. Весеннее тепло согревает улицы, а городские власти уже выращивают саженцы и рассаду. Они утвердили план благоустройства центральных улиц. Совсем скоро гостей и горожан будут радовать 420 тысяч цветов. Дополнительно высадят более 500 деревьев и около полутора тысяч кустарников. Городские власти планируют сделать заделы на следующие года. Для этого на клумбах появится более трех тысяч растений, в том числе многолетних. Благоухающие зоны будут в районе площадей Театральной, Циолковского, Соборной, Свободы, по Московскому шоссе, парке на улице Ленина и других. На разделительных полосах улиц Новоселов и Черновицкой будет проведено озеленение пестролистными и цветущими кустарниками. Помимо классических клумб, в этом году в Рязани появятся еврогрядки, овощные композиции, эко- и аптекарские клумбы. Дизайн и состав удивительных новинок пока неизвестен, но с приходом тепла каждый из нас сможет увидеть их своими глазами. Однако до чудес еще нужно добраться. Жителям Московского шоссе сделать это не так просто. Эта дорога – единственная артерия, которая соединяет большой город и несколько жилых домов. Каждый день люди ездят на работу и обратно, не имея возможности сменить маршрут. Местные автомобилисты знают каждый уголок этой ямы. Они засыпали ее щебенкой, чтобы хоть немного выровнять дно. Но эти 20 метров бездорожья все равно кажутся пыткой, ведь глубина лужи достигает полуметра, а машины по капоту ходят под воду. Новый дом построен. Около него сделали благоустройство. Приезжал все наше рязанское правительство, детскую площадку. Смотрели, все хорошо. А этот участок остался бесхозным. В 2015 году администрация города нам прислали письмо, что да, действительно, у нас дороги не соответствуют ГОСТу. И пообещали нам сделать все ямы эти, заделать и асфальт положить. Но сроки они не назвали и слова, данные пенсионерам, не сдержали. Инициативная группа хотела вновь жаловаться еще три месяца назад. Но ранняя зима спасла их положение. Утрамбованный снег сделал то, что не смогли городские власти. Однако с наступлением тепла проблема возникла с новой силой. Вечером к нам приехала скорая помощь. И они, значит, так нам сказали, мы передадим по этому селекту, чтобы к вам не ездить. Не будем ездить, так как у вас плохие дороги. К вам невозможно ехать. Мы, говорят, здесь все подвески оставим. Более 400 человек, среди которых дети, старики и инвалиды, оказались отрезанными от цивилизации. А ведь если кому-то из них станет плохо, то счет пойдет на секунды. Мы надеемся, что новый губернатор сделает то, что только обещал выполнить предыдущий. Норма для жильцов без счетчика на воду установлена одна и та же по всей стране. В целом на одного человека государство выделяет 11,5 кубометров воды. Давно известно, что жильцы, которые пользуются услугами водоснабжения без счетчика, переплачивают по сумме на квитанции почти в два раза. Об этом знает рязанская пенсионерка. Но после замены счетчика цифры в ее квитанциях стали запредельными. Продолжит Валерий Седов. Прекрасный июльский день не предвещал беды. Две сотрудницы ВДКанала поставили новый счетчик пенсионерке Нине Сергеевне. Но бабушка подписала акт с переписанными значениями не глядя, что и стало ее роковой ошибкой. Просила, я говорю, а вот старый договор куда? Сказали выбросить. Ну и, значит, ушли они. Я думаю, счетчик старый лежит. И думаю, куда он нужен? Ну, учет поставлен новый. Это все списано, все записано. Думаю, ну, в общем, короче, выбросила. Последние показания старого счетчика по квитанциям – 139. А они мне приписали 539, 400 кубов мне приписали. Большое количество лишней воды было замечено не сразу. Пенсионерка так и продолжала платить по показаниям нового счетчика. Вскоре ей указали на огромный долг, который так и не был выплачен за эти 400 кубометров. Нина Сергеевна тут же пересмотрела все свои документы в поисках ошибки и обнаружила ее именно в акте, который был подписан вслепую. Я еще обнаружила, прям не в первый месяц. Пошла в этот водоканал опять, написала им заявление, чтобы они разобрались. Ответа никакого долга не было. Ждала, ждала. Пошла в прокуратуру. Там подала заявление. Там тоже долго ждала. Ну, потом, значит, решила еще раз сходить в водоканал. Через некоторое время пенсионерки ответили, что она своей рукой подписала документы об установке нового оборудования. А значит, никаких претензий к их организации быть не может. Свою вину в том, что не глядя подписала акт об установке счетчиков, Нина Сергеевна не отрицает. Но хочет все же по-честному разобраться в сложившейся ситуации, в которой виновата не только невнимательность пожилого человека, но и, возможно, халатное отношение сотрудников водоканала к своей работе. Мы решили узнать, сколько же занимает этот объем воды, который пенсионерка потратила менее, чем за месяц. 400 кубометров – это 40 тысяч ведер воды, 20 тысяч кулеров с водой, 1600 бочек, 133 пожарные машины или 26 водонапорных башен. Вопрос, как пенсионерка смогла потратить такое количество воды, остается открытым. Но это не единственный сюрприз, который ожидал несчастную пенсионерку в тот месяц. Я, когда заплатилась квартиру, квинтанции за декабрь, увидела, что у меня прописан 5 человек. Я сразу же на другой день пошла в паспортный стол. Мне паспортистка призналась, что у меня прописано, помимо моих сыновей, вместо трех человек пятеро. Сотрудница паспортного стола предположила, что это, вероятнее всего, ошибка КВЦ. Эту же версию выдвинул участковый. Через некоторое время КВЦ свою ошибку признал, и неизвестные граждане вскоре будут выписаны из квартиры. Совпадение это или нет, мы не знаем. Но внимательность к деталям может избавить вас и ваших близких от проблем, впустую потраченного времени и нервов. Обманутые дольщики в Рязани ждут ответа от региональной прокуратуры и полиции. Они пожаловались на застройщика, который заморозил строительство многоэтажного дома. Представители компании говорят, что сроки сдачи пришлось сдвинуть из-за нехватки денег. А банк, в свою очередь, требует отчета об уже потраченных средствах и отказывается продлевать кредитную линию. Тем временем количество замороженных объектов строительства в городе увеличивается. Мой коллега узнал у специалиста, что делать, если попал в сеть долгостроя. К сожалению, случаев с недостроенным жильем в Рязани становится все больше. Люди лишаются и своих денег, и еще не построенной жилплощади. Совсем недавно проходил митинг обманутых дольщиков, которые хотели восстановить справедливость. И их желание наказать организацию, которая взяла деньги и не построила жилье, абсолютно понятно. Но длинный и тернистый путь с требованием компенсации морального вреда, выплат неустойки штрафов, неверный. Хоть и законный. Как правило, у таких компаний уставной капитал часто не превышает 10 тысяч рублей. А зарегистрированные они могут быть вообще в другом регионе. А после суда у дольщиков не остается ничего, кроме листа бумаги с вынесенным вердиктом, по которому ничего невозможно получить. Есть другой путь. Закон о регистрации сделок с недвижимостью предусматривает в том числе регистрацию объектов незавершенного строительства. И можно попытаться в судебном порядке зарегистрировать право на объект незавершенного строительства. Ну, не юридическим языком объясняю, чтобы ваши квартиры, недостроенные, не расплатились в качестве долгов перед пенсионной системой, налоговой, фондом социального страхования, банкирами, которые давали деньги. Согласно закону об исполнительном производстве, если начнется банкротство строительной организации, то именно квартирами дольщиков в первую очередь будут погашать долги. Поэтому самое лучшее решение в такой ситуации – это регистрация объекта незавершенного строительства. Рязанские автоинспекторы провели экскурсию по батальону ДПС для школьников. Ребятам рассказали об истории создания службы, о появлении первых транспортных средств в области, о работе госавтоинспекции. Учащихся познакомились с тем, как проходит ежедневная работа инспекторов ДПС. Для учеников организовали выставку имеющегося на вооружении госавтоинспекции спецсредств и оружия, которые сотрудники применяют в повседневной работе. Ребята рассмотрели жезл и светоотражающий жилет, а также познакомились с принципом работы радиостанции и приборов для измерения уровня тонировки стекол автомобиля. Особый интерес вызвало содержание чека, который распечатал алкометр. Затем ребята познакомились с патрульными автомобилями ГИБДД. Детям дали возможность посидеть в транспортном средстве, воспользоваться стационарным говорящим устройством и включить проблесковые маячки, а также специальный звуковой сигнал. В завершение встречи ребята и сотрудники возложили цветы к мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей инспекторов ДПС и почтили их память минутой молчания. И в продолжение автомобильной темы водители новичков заставят проходить испытательный срок. В госавтоинспекции еще в сентябре прошлого года решили ужесточить экзамен для выпускников автошкол. Ведь не секрет, что героями большинства свода, которые начинаются со слов «водитель не справился с управлением», становятся именно молодые автолюбители. В ближайшее время жизнь автолюбителей может осложниться. Новичкам за рулем теперь придется быть в разы ответственнее. По инициативе Союза автошкола для только получивших права придумали испытания. Для них предлагается ввести двухлетний испытательный срок. По данным Рязанской госавтоинспекции, по вине водителей со стажем управления транспортным средством менее трех лет, в прошлом году произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 15 человек погибло. 232 получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с 2015-м, подобных ДТП стало меньше на треть. И тем не менее, непрофессионализм на дороге продолжает приносить свои страшные плоды. Основными причинами этих происшествий, конечно же, является неопытность водителей, неспособность их в резко изменяющихся дорожных условиях своевременно и правильно принимать грамотные решения, а также излишняя самонадеянность. Поэтому обращаем внимание всех начинающих водителей, быть более внимательными и осторожными, предвидеть многие дорожные ситуации заранее на дороге. Нужно отметить, что для повышения уровня начинающих водителей уже принимаются меры. Так, а с 1 сентября прошлого года сдать экзамен в ГИБДД стало сложнее. Сложно стало сдать и автодром, а теперь постигающие азы вождения дополнительно сдают повороты на 90 градусов. Видоизменилась змейка и заехать в бокс стало сложнее. Чем сложнее, тем, конечно, лучше. То есть, больше приобретает, скажем так, практика человек. То есть, уже начинает понимать, допустим, себя лучше вести в той или иной ситуации. То есть, я думаю, что будет огромный плюс. Явная польза подобных усложнений и в том, что какой-то процент потенциальных водителей, не сдав пять раз автодрома, сделает для себя вывод, что лучше ходить пешком. Светлане сдавать экзамен в конце марта. Трудностей девушка не боится и не жалеет о том, что не застала времена, когда процесс получения прав был менее сложным. Конечно, не только молодых водителей стоит винить в том, что без страшных дорожно-транспортных происшествий не обходится ни один день. Порой опытные автолюбители теряют бдительность или переоценивают свои силы. Так что, вне зависимости от стажа вождения, давайте не забывать никогда, что автомобиль – это средство повышенной опасности. А пренебрежение, порой даже элементарными правилами дорожного движения, может стоить кому-то жизни. В Рязани открылась фотовыставка охотников за пейзажами. Около 70 работ посвящены природе и красотам Рязанской области. Выставка называется «Предвкушение». Этим проектом авторы хотят посредством фотографии привлечь внимание людей к красоте природы, к культурному наследию, к хрупкости экологического баланса в окружающей среде. Продолжит Марина Комиссарова. Это где же такая красота? Где находится это место? Где это? Где сделаны фотографии? Комментарии в соцсетях от недоумевающих зрителей, которые влюбленными глазами рассматривают фантастические краски закатного неба или волнующие таинственностью туманы, клубящиеся среди почти тосканских холмов. В Спасский район, Клепики, в районе Листвянки или Шумыши отвечают участники клуба «Уистока». То есть эти удивительные пейзажи в 50-30, а то и 10 километрах от сидящего за компьютером пораженного красотой снимка недоумевающего созерцателя. Как же выходит, что попадая в клуб «Уистока», люди вдруг начинают видеть сказочные картинки вокруг, в обыденном мире, такие, каких не видим мы невооруженным глазом? Это у нас, скажем так, первая отчетная выставка нашего фотоклуба. Значит, здесь представлены работы, наверное, за полтора года существования этого клуба. Как пришла идея? Да, на самом-то деле здесь все просто. Значит, клуб образовался у нас 5 марта. 5 марта, да, и поэтому как-то символично так получилось, то, что появилась возможность, скажем так, показать, наверное, все эти работы вот в этом прекрасном зале. Красота в глазах смотрящего, гласит древняя мудрость. Но участникам фотоклуба «Уистока» мало увидеть, заметить короткие, быстро сменяющие друг друга удивительные мгновения. Им важно поймать эти секунды волшебных трансформаций тени и света, падения звезд с ночного мерцающего неба, причудливого дыхания клубов тумана между лесных массивов или на обрыве над рекой. Спустя мгновение от этого чуда не останется и следа. Спустя час проходящий или проезжающий мимо даже подумать не сможет о том, какое торжество устроила еще недавно вот здесь матушка природа. А участникам клуба хорошо известно, что нужно набраться терпения, и тогда благодарность окружающего мира последует в самых необыкновенных формах. Каждый раз, выезжая на съемку, выезжая на рассвет, мы в предвкушении получить какой-то результат. То есть мы ждем чего-то сверхъестественного, мы ждем чего-то особенного, мы ждем чего-то красивого. Поэтому мы всегда находимся в предвкушении вот этой красоты, которую мы видим каждый свой выезд. В фотоклубе люди разных профессий и возрастов. Их всех объединяет одно – любовь к прекрасному, дух авантюризма и ветер приключений, который может повеять в самый неожиданный момент. Руководитель клуба Олег Буцкий, почуяв прикосновения этого ветерка, понимает – завтра утром будет что-то необычное. Спустя минуту на телефоны его соратников приходят сообщения о месте и времени сбора. И у всех просыпается предвкушение новых приключений и нового волшебства. Мне понравились работы Буцкого, и как-то вот на этой почве мы сошлись. И, ну, в общем-то, общее дело, общий интерес, наверное, вот так вот. Ну, весь клуб, он и небольшой, но он весь именно на этом и построен, что всем нравится это дело. Это «Восход солнца», мы снимали его в Пронске. Как раз первый мой выезд с Олегом ранним-ранним утром, в три часа утра мы стартанули с театральной. Как раз мы первый день, как с ним познакомились. Когда я попала на это место, до этого я никогда не видела рассвета. Вот с тех пор начались у меня рассветы с Буцкого. На выставке представлено 69 работ от участников фотоклуба. У каждого момента, зафиксированного в вечности, своя история. И таких моментов у участников будет еще очень много. В глазах каждого из них я видела его предвкушение. На этом у меня все. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Субтитры предоставил DimaTorzok